Пожалуйста. Сейчас я все-таки думаю о том, что все-таки, уважаемые, не набирайте много. Вы, когда предприятие начнет работать и будет работать, надеюсь, хорошо, вы сможете набрать членов Совета, ну, 30 человек, потому что законодательством определено минимальное количество, максимальное – неустановленное. Посмотрите, у нас здесь сегодня вас мало, и из этого малого количества нужно тоже избрать минимального. Пять человек – это более чем достаточно. Пять человек постарайтесь избрать достойных людей, ответственных. А так, все в ваших руках. Как изберете, как будете действовать, как будете еще раз поговорить о том, которые приходят. Значит, поступили Савастин Федор Федорович, Георгиш Иван Федорович, Суркан Афанасий Иванович, Суркан Иван Иванович, Савастин Илья Васильевич и Вазбия Анастасия Дмитриевна. И еще одна. То есть вы предлагаете, что это 7 человек? Я почему, я хочу, чтобы вы все поняли, не от того, что вы знаете, там где нет, но где есть им башни, я хочу другое сказать. Дело в том, что гиганты – это не маленькое хозяйство. И во-первых, смотрите, вот у халтаря здесь на русском, смотрите, если уже докопаться, иметь основание, просто так ляг-ляк пройти. Смотрите, животное остров, вели отдельно, запасная часть – миллион чем-то. Вы представляете? Тот, когда распался гигант, склады распалась более миллиона запасных частей. Это вот не кто-то, а это миллионы. Это надо заниматься. Почему я говорю? Потому что это сельское хозяйство. Потом, возьмите, ну, в принципе, в принципе, гиганты, я считаю, что не отрочно, что мы сейчас распариваем, но 7 человек это достали. И знаете, это не секрет, что кто-то и зайки не включит. Это гарантия. Кому-то позвонят, везде живут, в коробку даджактла, вместо даджактла, ваше даджактла. Везде вы не надеете, я говорю, безумие есть. Так деньги предлагают, и 6 лет, а еще одного человека. И желательно, еще раз повторяю, не надо кого-то, даже девчат нету, но надо кого-то из бухгалтеров. Я все-таки любовь, я попросил. По состоянию здоровья. Вот видите, вот есть люди, которые просто, допустим, мне в этом нравится, надо 2 дня разобраться, а бухгалтер, который работает, она разберется в течение дня. Это надо должное давать, не от того, что мы, ну, я всех уважаю, есть, которые бумаг, первый раз будут встречаться с этим бумагой, а там надо копаться, там надо сидеть, день и ночь, и считать. И потом надо доказывать еще. Да, да. Мы, 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 мы убедили, а это будет. Я хочу внести маленькую поправочку. Значит, еще раз вам напомню о том, что депутатский запрос уже лежит в генеральной прокуратуре, депутатский запрос уже лежит в Центре по борьбе с коррупцией. И эти структуры обязаны отреагировать на запрос депутата. Обязаны. Это очень серьезный вопрос. Еще не отреагировали. Еще не отреагировали, потому что мы отправили запрос две недели назад. Значит, в любом случае мне обязаны отреагировать, и там должны быть специалисты, толстые экономисты, которые будут разграться в этих проблемах. Что касается заднего хода, про который говорит Иван Иванович. Если еще раз вам хочу сказать, если кто-то... Аня, давай ты, ты знаешь все. Аня, конечно, я не опросил, я знаю, что тебе нагрузка, но все равно, Аня, тебе надо знать. Давайте, а вот 7 человек получается, как раз и еще. Конечно, любая из нас. Ну, раз, только они здоровые. Значит, обратите внимание на то, что нам еще нужно избрать ревизионную комиссию, где также должны быть лучшие акционеры, но не входящие в состав советов. комиссия, в ревизионную комиссию, прижимать на 1 балл, 1 балл, 1 балл. Я не акционер. на 1 балл, а не в ревизионной комиссии, человек, я не пойду. Поэтому я думаю, в ревизионной комиссии уже должны работать реальные специалисты, которые будут... Да, они в ревизионную комиссию учат. Поэтому, наверное, да, лучше... 5-й оставит совет, о ревизионной комиссии. Да, я тоже так... 5-й совет оставит, о ревизионной комиссии выбираю. Ну, посмотрим, как потом... Сколько комиссий еще осталось? 5 грамм, да, 6, получаете, наоборот, наоборот, 4-й, капацет, в ревизионной комиссии. Давайте, когда, если есть, когда есть, если есть, то есть присутствие, но у нас, а у нас, а у нас больше... Тогда нужен еще один человек, чтобы было нечетное количество в ревизионной комиссии, чтобы было... Передать денег было. Надо, вот я почему-то говорю, не сейчас, Сейчас мы вот давайте переговорим с Женей, вот еще есть кто-то там, надо переговорить, ну и сегодня нет человека, но надо спросить мнение, пойдут они, конечно, куда-то. В любом случае решение принимаем, но вот Женя у нас почему-то чего, потому что она работала и она тоже там знает. Если это будет Женя, в любом случае нам нужно предлагать 2-3 человека, да? Да, 7 человек сюда и 3 человека туда. Ну друг другу можно будет помогать комиссии. Совет с ревизионной комиссией, чтобы проверяли советы. Так, на чем вас подавляется? У нас 7 получается, получается с тобой вместе? Нет, дорогие мои. Я ревизионной комиссии, я верю. Нет, я не в совете. Вот поступило в предложение, а что вы сами говорите? Вот Василия Федоровича. Давайте в совет тогда, вот Вася был учетчиком работал, тоже как говорится. Совет так говорили? Совет так говорили? Совет. Введенную комиссию. Введенную комиссию. Введенную комиссию? Да. Да. В쳤ку Amanda Shreyfili. Введенную комиссию. Здесь комиссия. Да. ��っと в ней вы поединены. Все. olare. Есть��.. Послушайте, здесь поступило предложение, из-за того, что у нас, к сожалению, мало людей из практики, скажу вам следующее. Нельзя выбирать на какие-либо должности людей, которые отсутствуют в зале, когда приходится сыграть. Потому что человек, который находится в зале, и мы его выбираем в какой-то исполнительный орган, он может сразу сказать, я согласен или я не согласен. А если мы выбираем человека, и его здесь нет, он, во-первых, может потом отказаться участвовать в этом деле, и мы потом должны будем опять собираться, опять избирать. Это нарушение процедуры оттягивания времени. Это раз. И второе. Человек, который не приходит на общее собрание, избирать его в какой-то исполнительный орган, не советую. Потому что этот человек не очень ответственно относится к этому всему делу. Поэтому поступило предложение о том, чтобы совет состоял из пяти. Да, а Георгиша Вангельевича перевести в ревизионную программу. Да, и это было бы гораздо правильнее. Георгиша Вангельевич имеет тоже пять документов. Он не мог бы уметь. Он не мог бы уметь. И опыт, и опыт. И опыт. Да, думаю, что это было бы очень правильное правило. И вот у нас остается совет из пяти человек. Савастин Федор Федорович, Суркана Афанасьевна, Суркана Вангельевич, Савастин Илья Васильевич и Вазбия Анастасия Дмитриевна. Значит, у нас остается пять человек. Это совет. Какие будут еще предложения? Может быть, кто-то... Тогда приступаем к выгоду своего голосования. Кто за то, чтобы в совет вошли следующие акционеры? Савастин Федорович, Суркана Афанасьевна. Сделать уже баллы, чтобы все присутствующие. Вангельевич, поправка. Значит, так как тех людей, которых нет, мы не имеем права. Мы решили, что Георгий Шамангельевич, так как он тоже очень много документов имеет, он будет в ревизионной комиссии. В совете остается пять человек. Я еще раз зачитываю. Савастин Федорович, Суркан Афанасьевна, Суркан Ивановна, Савастин Илья Васильевич и Вазбия Анастасия Дмитриевна. Анна Контилеевна, Илья Васильевича Костева, Иван Васильевича Костева, можно написать счет. Илья Васильевич хочет самокон взять, значит... Иван Васильевич. Кто? Иван Васильевич Костев. Как себе он не давать, сказать не положено. Советская армия, Матерь, Матерь, Матерь. Пожалуйста, Илья Васильевич. Давайте, пожалуйста, я прошу. И сколько сейчас остается тоже? Пять человек остается туда. Против, надержался нет единогласных. Приступаем к следующему вопросу. Выборы ревизионной комиссии. Костев Васильевич? Костев Васильевич? Нет. Иван Васильевич наследник обходил отца Гейла. А кто такой, Костев? Я. Сын. Чей сын? Васильевич? А то, что инкубатор? Да, да, да. Ну и все. Она просто не знает. Согласны? Ну да. Спасибо. И теперь приступаем к следующему вопросу. Выборы ревизионной комиссии. Молодец. Так, а тут параллельно уже и записывали эти. Значит, поступило три предложения, три кандидатуры. Суркана Любовна Борисовна, Полванана Бантелеева и Георгий Шиланбергович. Какие-то будут еще предложения? Нет. Ставим на голосование. Кто за то, чтобы... Кто? Мы за уже. А, за уже. Мы за уже голосуем. Я еще не говорю. Кто за то, чтобы Цурка Любовна Борисовна, Полванана Бантелеевна и Георгий Шиланбергович были в ревизионной комиссии? Прошу проголосовать. Против. Воздержавшие единогласные. Значит, эти два вопроса. У нас остается один вопрос. Выборы руководителя общества. Пожалуйста, скажите, кто имеет право выбирать и кем указан? Ну, чтобы вы тоже не нарушили... В связи с тем, что по закону об акционерных обществах решение общего собрания имеет исключительные права и все его решения имеют исключительную силу. Значит, общее собрание акционеров имеет право предложить руководителя предприятия, которые будут исполнять обязанность по закону обеспечения. Поэтому предлагайте, пожалуйста, кого вы хотите в дальнейшем видеть своим руководителем, кто будет заниматься всеми вот этими вопросами. Вопросов будет очень много, и, честно говоря, этому человеку особо и не позавидуешь. Работать придется много, ответственно, и давления на него будет со всех сторон очень много. Продолжение следует... Продолжение следует...